Вторая мировая война 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 Атомная бомба Толстяк взорвалась над городом В 11 часов и ноль две минуты Сожгла и разрушила до основания За несколько секунд Погубив мгновенно Более 40 тысяч Человеческих жизней Еще 70 тысяч Находились на грани жизни и смерти Что повлекла за собой Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки? Кроме радиационного заражения Которое еще много лет Будет убивать тех Кто выжил Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Имела глобальное Политическое значение Она Повлияла на мнение Правительства Японии И решимость Японской армии Продолжать войну Именно такого результата По официальной версии И добивался Вашингтон Бомбардировка Японии Атомными бомбами Остановила императора Хирохита И заставила Японию Официально признать Требования Подсдамской конференции Об этом президент США Гарри Трумэн Сообщил через пять дней После того Как произошла бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Дата 14 августа 1945 года Для многих жителей планеты Стала днем радости Вследствие этого Войска Красной армии Располагавшейся у границ Турции Не продолжили своего движения На Стамбул И были направлены На Японию После объявления войны Советским Союзом В течение двух недель Был нанесен сокрушительный Разгром японской армии В результате 2 сентября Япония подписала акт О капитуляции Этот день Для всего населения земли Знаменательная дата Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Сделала свое дело На сегодня нет Единого мнения Даже на территории Самой Японии О том Была ли оправдана И необходима Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Многие ученые После десяти лет Кропотливого изучения Секретных архивов Второй мировой войны Приходят к различным Мнением Официально признанная Версия заключается в том Что взорванная Хиросима и Нагасаки Это цена Которую заплатил мир За окончание Второй мировой войны Профессор истории Цуёши Хосигава Придерживается Немного другого взгляда На проблему Хиросимы и Нагасаки Что это? Попытка США Стать мировым лидером Или способ не дать СССР завладеть Всей Азией В результате союза с Японией Он считает Что оба варианта Верны А разрушенные Хиросимы и Нагасаки Это что-то абсолютно Неважное Для глобальной истории С точки зрения Политики Существует мнение Что разработанный Американцами план По которому ядерная Бомбардировка Хиросимы Должна была произойти Был способом Штатов Показать Союзу Своё преимущество В гонке вооружений Но если бы СССР успел заявить О том Что у него имеется Мощное ядерное оружие Массового поражения США Возможно не решилась бы На крайние меры И бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Не состоялось Такое развитие событий Так же рассматривалось Специалистами Но остается фактом Что именно на этом этапе Крупнейшее военное Противостояние В истории человечества Формально завершилось Хотя и ценой Более 100 тысяч Жизни мирных Жителей Хиросимы И Нагасаки Мощность бомб Взорванных в Японии Составляла 18 и 21 килотонну В тротиловом эквиваленте Весь мир признает Что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Поставили окончательную точку Во второй мировой войне А наш сегодняшний выпуск Подходит к концу С вами была Военная техника 2 И рубрика Как это было на самом деле Комментируйте Ставьте лайки или дизлайки Не забудьте Подписаться А так же добавляться в друзья Всего вам доброго Увидимся в следующем выпуске на канале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok